Всем привет, мои дорогие! Сегодня солнечное субботнее утро, а я одна. Быстренько прибралась в комнате у сына и хочу, девчонки, с вами поделиться такой, ну как бы, жизненной ситуацией. Вот суббота, дел громадьё, видно вам нет нашей машины. Мои мальчишки поехали с утра в Курск. По какой причине, девчонки, я даже вам быстро хочу рассказать, но не знаю, как получится. Как вы знаете, есть у нас дедушка в деревне, свёкор наш любимый, живёт он один. И вот хочется мне рассказать, как же всё-таки на пенсионеров, на стариков, одиноких влияет современная наша реклама. Реклама просто издевается, если честно, над стариками. Поехали мои ребята в Курск. Меня с собой звали, конечно, но я, девчонки, отказалась по той причине, что очень много дел. Два выходных ждёшь и ждёшь со страшной силой, чтобы побольше дома успеть. Но не получается. Вот муж помчался с сыном в Курск. Дедушка насмотрелся рекламы, ребята, и решил себе купить обогреватель, какой-то комфорт. Идёт без остановки эта реклама по телевизору. И как она ужасно влияет на стариков. Люди верят каждому слову. Люди верят всему, что показывают. Даже иногда так обидно, что советские наши люди наивные, которые привыкли верить во всё, доверяют современным обманщикам, скажем прямо. Ну, поехали. Отказывать не будешь, потому что дедушку мы очень любим, уважаем его мнение. Но, конечно же, не соглашаемся иногда. Но в данном случае муж решил попробовать. У дедушки девчонки в доме ГАЗ. Скажу вам честно, откровенно. Вот уже шестой год нет свекрови моей. Конечно, она при всей своей деревенской такой образованности, она всего четыре класса окончила в жизни. Но была очень мудрая женщина. Она бы, конечно, не позволила делать то, что сейчас делает дедушка. Но так уж получается. Мы не осуждаем его. Просто видим, какое влияние на него имеет современная реклама. Муж говорит, хоть отключай телевизор тебе, отец. Иначе ты скупишь половину того, что не нужно. Бабушка, когда была жива, у них в деревне девчонки проводили ГАЗ. А тогда это было не то, что проблематично, а очень-очень накладно. Да и сейчас, конечно, не доедали. Как говорится, собирали, в долги влазили, но ГАЗ провели. Потому что трубу за свой счет, которая идет в дом, котел, там все-все-все. Но так как сейчас газ очень сильно подорожал, вот у нас уже в области 6 копейками куб газа, дедушка решил экономить. Понятно, что все это он делает ради нас, чтобы какую-то копеечку внукам помочь, внучке-студентке. Но это экономия, ребята, но абсолютно она не экономия. Потому что сейчас муж намчится до Курска, купит он там, не купит этот обогреватель. Привезет, надо его настроить. И не факт, что не обманут, потому что очень много мошенников. И обогреватель-то этот будет не на воздухе работать, а от электричества. То есть свет же тоже дорогой. Но дедушка уперся. Срочно нужно ему купить, чтобы экономить газ. Конечно, я не знаю, как эту болезнь современную побороть у стариков. Потому что они верят всему, что говорится по телевизору. Зомба-ящик делает свою работу. То же самое хочу вам сказать по поводу лекарства. Вот он у нас, конечно, болеет. Все лекарства, что ему нужны, что врачи прописали. Муж безоговорочно покупает за любую цену, везет в любое время суток, все бросает. Но этого мало. Дедушка нас смотрится рекламой. Девчонки, это просто смех. И такие препараты, которые абсолютно ему не нужны. Даже я, не медик, понимаю, что это полный развод по сумасшедшей цене. Купи в одну душу. Если откажешь, понятно, что будут обиды человеку 80 лет. Через полгода берем, покупаем все. Но умом понимаешь, что это не нужно. Ой, я не знаю, у кого еще так, ребята. Но на стариках наживаются, просто наживаются, скажем прямо, нечестные люди. Поэтому обидно. Очень обидно. Вот рассказала вам, поделилась, побегу дальше делать свои дела. А вы уж не судите строго и напишите свое мнение. Кто еще ощущает на себе или на своих близких ужасную, коварную цель рекламы. Все-таки современные молодежь и современные люди как-то более реально на вещи смотрят. А старики, которые привыкли доверять, которые наивны по сути своей, ведутся на все это. И часто-часто получается, что они просто потом уже теряют и деньги, теряют и здоровье. Но куда деваться, свой ум не вставишь. Потому что, как говорится, как старый, так и малый ум одинаковый. Обидно. Лично мне обидно за стариков. Как-то мои родители помоложе. Мама, например, она еще более реально смотрит на вещи. А старики, особенно в селах, они как лучше хотят, верят всему. Но это полный развод. Ну, посмотрю, что там они купят. Потом вам расскажу. Все, мои хорошие. Ухожу из комнаты сына. Побегу делать свои домашние дела. Всем пока.